Тяо, да, к тактическому ядерному оружию. Ладно, у нас есть хорошая новость еще на самом деле. Это я просто у нашего старого знакомого, который был у нас на каналах, это был, значит, боец, который воевал против нас там в 14-15 году, да, или мы против него. Он у нас был дважды на канале, да, есть историк, да, и вот он ведет свой тоже блог, и я, как бы, его считаю там таким противником адекватным, потому что он на многие вещи смотрит, как бы, реально, да, не принижая, не превышая, ну, вот, как бы, разбирать. И вот у него недавно был пост о том, что, значит, мы нарастили в разы, значит, производство и применение дронов-камикадзе, да, вот тех самых дронов, которые спортивных, да, которые, вот, вот, которые производят ребята с тройки, которые производят ребята с русского беспилотника, то есть масштабы производства, значит, увеличились, да, и вот, значит, наш, значит, старый участник наших видео, он говорит о том, что даже уже, ну, его какие-то побратимы, которых он лично знал, да, уже погибли или пострадали как-то от применения подобных тронов, да, то есть, и опять мы видим, что, собственно говоря, наращиваются темпы исключительно за счет волонтеров, каких-то инициативных людей, которые взяли на себя ответственность и сами пытаются это делать, сами открывают какие-то производства и производят, собственно говоря, эту технику. Об этом не позаботились какие-то военно-начальники, да, это исключительно инициативные группы, инициативные парни, которым проблемы, значит, наши небезразличные, и они, значит, полностью переквалифицировались на конкретную, значит, работу, да, и вот противник это отмечает, да, что раньше мы страдали, да, от подобных дронов, кстати, вот у противника тоже, кому интересно, посмотрите, есть канал Терра, там, значит, тоже инициативная группа, вот по типу такой, как мы с Владленом работали, да, приезжали на место с разного типа дронами, искали цели и, значит, поражали, это они уже, соответственно, артиллерией, да, но у них есть пару видео, где приезжали парни, значит, оппоненты, у которых есть как раз вот эти дроны-камикадзе, да, то есть одна группа находит цель, другая приезжает, поражает цель, то есть теперь мы видим, что у нас с этим тоже все хорошо, у нас тоже все работает, да, и предоставляется в определенных количествах, то есть там, я не буду говорить цифры, которые мне озвучивали, но там очень много, значит, дронов в месяц, то есть очень много дронов, то есть получается, и как раз вот наш, значит, оппонент подтверждает то, что, значит, эти дроны применяются, то есть ко всему сегодняшнему позитиву, который мы рассказали, у нас есть действительно какие-то позитивные моменты, да, но опять же это все печалит то, что это делается все за счет волонтеров. Я когда-то писал пост, что ни один чиновник к этому не приложил руку, но вот мы видим, наконец-таки результат, хотя многие говорят, да что там ваши дроны эти, ну что там эти ваши дроны, вот пока мы не начнем там воевать, ничего не изменится, но мы видим, что противник на это жалуется, поэтому все, кто говорил, ну что там, покажите видео, все, уже и видео показывать, собственно говоря, не надо, потому что уже это оценил противник, вот, так что закончим на небольшой позитивной нотке. Поэтому сегодня 40 дней по Владлену Татарскому, да, по нашему другу Максиму Фомину, поэтому я думаю каждый пусть поменет его теплым словом, кто воцерковленный молитвой, вот, потому что парень, он был, конечно, активный, во многом авантюрный, да, то есть жизнь, ну, однозначно всю жизнь он жил по велению сердца, абсолютно, все ошибки, которые он совершал, все подвиги, все это было по велению сердца. То есть он был искренен перед всеми и в первую очередь перед собой, поэтому он делал так, как считает нужным. Правильно это, неправильно, общепринято, необщепринято, но он так жил. И он смог доказать, что, во-первых, что человек может исправиться, вот, и нести пользу обществу, да, и второе, что если ты веришь в то, что делаешь, делаешь это искренне и делаешь это во благо ради каких-то высших целей, то ты даже простой парень без высшего образования, вот просто парень из народа, ты можешь добиться успехов, добиться признания, добиться популярности, да, как это сделал Макс. Поэтому Макс это не просто, там, идейный вдохновитель, да, Макс это пример, как можно быть. Вот я это вижу так, что каждый человек имеет возможность исправиться, каждый человек имеет право и возможность на подвиг, и каждый человек, каждый человек может добиться успеха. Я с тобой абсолютно согласен с каждым твоим словом. Макс действительно был уже мотиватором для многих, действительно, по поводу того, что можно было совершать какие-то, возможно, глупости в молодости, да, и уже более в таком возрасте их исправить, собственно говоря, доказав это делом, да, не просто говорив об этом, да, а доказав это делом. И самое главное, что мне вот приятно было, что у Макса постоянно люди, да, вот мы когда были, да, там просто получается, мы пришли, там были люди, мы уходили, пришли новые люди, то есть там уже как будто место какое-то такое, там где, значит, приходят уже паломники к нему на, значит, на могилу, как бы, да, и постоянно есть люди. Это было очень, как бы, приятно, что он там не один, скажем так, не в одиночестве лежит. Вот, так что всем всего светлого и ясного. Так будет разбит, победа будет за нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!